Домашний освежитель воздуха Маслюхина, популярный блогер Хозяйка Доброе утро, Тань Здравствуйте, привет Тань, я так понимаю, что вот эти вот красивые баночки И даже вон та, это то, что мы в итоге получим Воспользовавшись своими рецептами Да, на это нужно немножко времени Поэтому мы сделали заготовку Значит, мы можем сравнить Покупной освежитель воздуха И те, которые мы получим в итоге Сереж, давай мы брызнем на салфетку Дадим немножко выветриться И пока будем готовить Получим разницу, выветрится ли это полностью Или останется пахнуть, кто победит в конце концов Не оспарим тот факт, что там используют Искусственные ароматизаторы Мы же используем натуральные, это уже огромный плюс Нашим рецептам Лимончиком пахнет Вот она Ты знаешь, иногда есть еще у девушек Такая просьба Не пользоваться активно освежителем воздуха Это тоже иногда бывает проблемой Да, это как раз недостаток Что вы брызнули Воздух насытили очень быстро Ароматом А потом он исчез Для того, чтобы аромат сохранялся Нужно, чтобы была основа Для сохранения аромата Из чего она делается? В данном случае здесь желатин Желатин впитывает и удерживает аромат И постепенно мы чувствуем его Прекрасно Посмотрите, какая прекрасная роза Да Это гелевый освежитель воздуха Который мы сейчас делаем своими руками Все делать-то давайте Я хочу уже А то здесь вот этим лимоном пахнет Для этого подготовили желатин Но, к сожалению, мы его сможем только подкрасить А почему, к сожалению? Потому что для того, чтобы он застыл Нужно время А, поняла Сколько времени нужно? Ну, несколько часов А Чем красить это? Боже мой Вот мы красим обыкновенными красителями Это осталось у меня от Пасхи Знаете, такие Дай мне что-нибудь сделать Я понимаю, что ты хозяйка И все в свои руки Прости Итак, я хочу оранжевый Да, и никто не против Совершенно Сколько можно добавить еще у красителя? А насколько вы хотите насыщенным, чтобы был ваш цвет Давайте посмотрим Выдавливай все Все И помешает Жмотит Мне не жалко Мне не жалко Смотрите А, нет, хорошо, да Получается вот такой цвет, видите, у меня Хорошо, получается Он у нас оранжевый будет А можно ли ему дать запах апельсина? Да, если у вас есть масло апельсина Апельсин сладкий Да, сейчас Как раз Сколько цвета оранжев? Нужно капнуть вот этого апельсина сладкого Около 10 капель Эфирное масло на полстакана 10 капель Да Это будет достаточно Хороший апельсин Все вылила Просто будет более насыщенный И для того, чтобы не засыхало То есть, если мы не добавим глицерина То однажды он высохнет Он начнет сохнуть, терять такой вид А это все-таки он прослужит более долго Сколько глицерина туда можно? Две ложечки Ну, налейте немножко А сколько прослужит вот такой освежитель воздуха? Недостаточно долго Потому что все-таки он натуральный Его нужно менять Ну, сколько? Ну, неделю-две вы можете воспользоваться То есть, если мы знаем, что у нас нет аллергии Вот конкретно на апельсин сладкий Эфирное масло То можно сделать с этим эфирным маслом Если есть любимое другое То можно использовать другой запах Прекрасно Это будет натурально не аллергично Да Во-первых, натурально Во-вторых, это элемент интерьера То есть, вы поставили, сделали какую-то красивую композицию Да, если роза А как все розы сделаны? Ну, это я взяла картон золотистый такой И свернула просто И просто свернула И закреплила с цеплером И поглощила Получается, вот такую вот жидкую основу Я могу залить в любую плошку Да В которой у меня это будет в итоге стоять Могу туда какие-то цветные камушки положить Можете положить камушки Вот видите, это морская такая тема у нас Да Вот такая золотая рыбка Можно ракушки с моря, да Можно ракушки Единственное, что если вы будете использовать лепестки То они должны быть засушены Чтобы они не покрылись плесенью Послушай, сюда можно апельсиновые корки положить Да, опять же засушенные Мы приготовили один из жителей воздуха Но ему требуется время, чтобы он застыл А вот та штуковина Это намного проще рецепт Это называется гидрогель Такое вещество Выглядит оно сначала, первоначально вот так Так Можно залить То есть, когда ты покупаешь гидрогель То он выглядит на маленькие оранжевые шарики Выглядит вот так А потом превращается вот в такую красоту Он разбухает? Да Мы можем залить, немножко он разбухнет Давайте, конечно Просто интересно Да А сколько заливать? Вот, ну половину пока залейте Чтобы мы увидели результат Больше? Что он начнет Еще больше Немей Если вы нальете полностью, он впитает всю влагу, которая будет Это какой-то кошачий наполнитель, что ли? Нет Это используется для растений Для того, чтобы избегать полива Например, вы уехали в отпуск Можете залить водой и наполнить растения, чтобы они не завидали Скажи, пожалуйста, сколько он стоит и где он продается? Либо в магазинах садоводства, либо это можно заказать на китайских сайтах А, поняла То есть, вот эти маленькие шарики превратятся вот в такие огромные шарики Но как ты их делала фиолетовыми? Они продаются уже цветные А, то есть, вот эти будут такие прозрачные, оранжевые? Это будут оранжевые, этот, соответственно, когда маленький был, был фиолетовый А оно пахнет вообще? А теперь мы точно так же будем использовать масло То есть, мы капаем масло, любое, выбирайте Вот есть мята, есть апельсин, есть роза Давай, роза, не люблю роза Я тоже не люблю Вот мята, пожалуйста Так, а вот баночку-то такую красивую где взяла? Это не просто баночка, это можно все стилизовать еще в наш интерьер То есть, можно приобрести вот такую специальную штуковину Которую положить в этот специальный гель и все это в открытом доступе продается Иногда продается уже с готовым гидрогелем Ну, тогда не засунешь сюда свой аромат Да А если хочется мяты, то 10 капель разрешишь? Лучше, когда уже, вот лучше сюда, когда он уже набух А тут ничем не пахнет, да? Ой, а тут пахнет... Немножко мятой Это мята? Да Ну, давай, мы еще добавим мяты Да, просто можно добавить Действительно А насколько вот эта вот штука эффективна, если вот, например, вы троем, три мужика живете в однокомнатной квартире? Она достаточно эффективна, но на одну комнату А, ну То есть, срок годности здесь тоже ограничен? Ограничен Дело в том, что гидрогель, когда он будет высыхать, он немножечко начнет опять сжиматься Можно добавлять воды, чтобы он опять набухал, и опять добавлять маслица Но сколько реально проживет такая штуковина, именно чтобы дарить нам аромат? Достаточно долго, и кроме всего прочего, если вы, например, добавите мят, эвкалипт, или еще какие-то вот маслянистые пихту, то это будет еще и лечебно Срок годности 24 месяца А тут срок годности месяц, а здесь срок годности две недели И через 24 месяца вы заработаете астму Мы перед началом этого эпизода сделали тест Шикнули покупным освежителем воздуха на вот эту салфетку, правильно я говорю? Да Пахнет? Пахнет, но слабо Апельсинчиком Попробуйте теперь любой, который... Вот этот сделал вчера Нормально пахнет Вот смотри, вчерашненький Твой постоял всего 10 минут Этот? Ну этот лучше пахнет, он сильнее пахнет А как значит, вот этого я сюда капнула мяту 5 минут назад О, поражала нос И никто не мешает капать сюда, в общем-то, регулярно Каждый день можно покатники добавлять Тань, спасибо большое, что рассказала свои секреты нам сегодня Надеюсь, они будут полезны и нашим зрителям Особенно тем, кто замечал, что на освежитель воздуха появилась аллергия Татьяна Натухина была у нас гостя Спасибо, Тань До свидания